Портрет Любовь Авторская программа Владимира Легойды «Порсуна» Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы продолжаем писать «Порсуны» наших современников. И сегодня у нас в гостях епископ Троицкий Панкратий. Сердечно вас приветствую. Благодарен вам, что вы согласились пообщаться в рамках нашей программы. Спасибо большое. Спасибо вам, что пригласили. Да, давно хотел. Владыка, у нас, как я вам говорил, пять частей. Вера, надежда, терпение, прощение, любовь. Это связано с окончанием молитвы оптинских старцев. Я хотел бы вас попросить вначале сказать, ну не то чтобы представиться, речь идет не об официальном каком-то представлении, а вот о некой самоидентичности. Как вы отвечаете на вопрос «Кто вы?» Я вам отвечу так, как многие игумены на Святой Горе отвечают шутливо. Послушник ста игуменов. Это что такое? Это надо пояснить. Дело в том, что игумен очень часто выступает в роли послушника. Он по заповеди вообще-то Божьем, он служит. Кто из вас хочет быть большим, да будет всем слугой. И вот таким слугой, таким послушником приходится быть и мне в том числе. И вот когда читаешь, допустим, каких-то великих старцев, там, устроение монастыря, которое было у них, ну вот просто завидуешь даже. Ну надо же, чтобы он сказал «иди», и он идет. Говорит «Стой», и он стоит. Там «Сделай то, принеси это». Все делают. А мне, значит, для того, чтобы вот этот человек пошел и сделал то, что я от него прошу, вот приходится ему объяснять, рассказывать, иногда доказывать даже. Вот. И вот только после этих объяснений, значит, он говорит «Благословите». Ну пошел. Вот. То есть человек хочет быть игуменом. Вот каждый послушник, как и всякий хороший солдат, хочет быть генералом, каждый послушник, ну невероятно должность игумена, а по сути он хочет быть игуменом. Он должен сам решать, сам определять. Вот. И вот эта вот как бы сложность такая, она, конечно, присутствует в монастырской жизни. Вот. Но слава Богу, мы вот за эти уже 27 лет, которые я здесь нахожусь, мы как-то уже стали больше понимать друг друга, любить друг друга стали больше. И мир воцарился в обители у нас. Слава Богу. Потому что первое, что я просил, когда сюда приехал в 93-м году, в 92-м году, в 93-м, это чтобы был в обители мир среди братьев. Вот. И вот мне кажется, самое большое мое достижение, как я так чувствую, даже вот не то, что мы восстановили, построили там, и отреставрировали, а то, что меня братья, как вот они недавно сами признались, за глаза называют папой. Вот. И мне вот это вот, кажется, самое серьезное достижение, которое вообще может быть у игумена, у епископа, вот потому что и церковь, ну ведь мы не даром называем, святейшего патриарха называем отцом. Вот. А когда ты не только отец, а еще и папа, а еще лучше, еще и мама тоже, как преподобный Серафим говорит, что игумен, он должен быть и папой, и мамой, вот своим чадом, своим братьям. У нас была такая вот гордыня, как монашеская гордыня. Любовь важнее, чем типикон. Я хотел бы начать с актуального. Сложно будет эту тему обойти. Мы сегодня находимся в особой совершенно ситуации, да, ситуации, связанные с эпидемией, с распространением вот этой новой, нового вируса. И, насколько я помню, вы закрыли монастырь для паломников, по-моему, даже до или практически одновременно с тем, как появились такие общецерковные первые инструкции. Вы прекрасно знаете, что решение тяжело давалось в священном начале и вызвало у людей очень разную реакцию. Вот как вы оцениваете и произошедшее, и реакцию? Что это такое? Можно ли это назвать, например, испытанием веры? Каким-то? Мы приняли это решение, потому что на опыте убедились, что инфекция, она не щадит никого, кто бы не был. И Господь ведь сам сказал в Евангелии, что не думайте, что вы праведнее тех, на кого упала колонна там, или кого кровь там, пилас смешался с жертвенной кровью. Но если не покаетесь, то погибните точно так же. Но у нас у всех есть какие-то грехи, мы все в чем-то повинны, мы все, так сказать, нуждаемся в покаянии. И поэтому я не могу сказать, что я покаялся, или любой человек скажет, что он еще не готов к тому, чтобы предстать пред Господом. И вот такая бравада, то, что сейчас называется ковид-диссидентством, как и в светских кругах этого много, и, к сожалению, в церковных тоже много, она, мне кажется, даже не к вере относится. Она относится больше к вопросам рассудительности, рассудительности, трезвенности, правильной оценки того, что происходит, ну и осведомленности, тоже информированности. Невежество, к сожалению, часто движет многими людьми. Мы на своем собственном опыте убедились, что когда на Вулам приходит инфекция, обычно-то какой-то человек приезжал из Петербурга, и в скором времени у нас болел весь монастырь. Ну вот при том образе жизни, при наших традициях, которые у нас и в другом монастыре, в любом православном существуют, это неизбежно. Вот, и поэтому мы сразу же решили о том, что нам нужно принять меры. Во-первых, те меры, которые были уже священначальным озвучены и присланы к нам в виде инструкций. Ну и плюс те, которые у нас, ведь мы на острове, как на корабле. Вот есть эти океанские лайнеры, на которых инфекция распространялась больше всего, и больше всего там было людей заражено. Вот точно то же самое и у нас. Такой же, как бы, непотопляемый лайнер, такой вот, посреди бушующих Ладоги. Вот мы с совета брать, и мы такие меры приняли. Ограничили приезд сюда тех людей, и что присутствовать здесь не обязательно. Вот это, конечно, не касалось каких-то медицинских случаев, это не касалось тех, кто здесь трудится, допустим, в МЧС, в милии, в полиции. Вот они, конечно, приезжают, но они все, по нашей просьбе, они все проходят двухнедельный карантин, вот они сдают тесты на коронавирус, и после этого они здесь уже могут свою работу выполнять. Вот таким образом мы устроили, пока мы держимся. Спасибо большое, Алдыка. Очень хорошо вы сказали про непотопляемый лайнер. Алдыка, вы воспитанник Троицы Сергиевой Лавры, и у нас вот в церкви сегодня есть даже такое понятие лаврский, говорят, вот он лаврский монах. Причем я сталкивался с тем, что разные люди в это понятие вкладывают разное значение, и иногда даже не вполне положительное. А вот что для вас значит лаврский, и то, что вы лаврский? Вы себя ощущаете лаврским монахом, воспитанником Троицы Сергиевой Лавры? Конечно же, ощущаю, не забываю никогда, потому что первые самые мои шаги в монашестве, они были именно там, в стенах лавры преподобного Сергия. И, конечно, ощущаешь всегда себя так, ну, с недостоинством, конечно, ощущаешь, что ты один из тех птенцов, который вылетел из гнезда Сергиева. Но сказать, что вот это у меня все уже, так сказать, определило на всю жизнь, что я теперь вот как-то навсегда лаврский, нет. Вот я сейчас в лаврский. А лаврский отличается от в лаврского? Конечно. А чем? А чем? Ну, вы знаете, у нас много-много отличий, на самом деле. Первое отличие – это то, что у нас есть возможность, я не говорю, что мы там чем-то лучше, или там... Мы этот период прошли. Вы знаете, вот в начале 90-х годов, 93-й год, там, 94-й, у нас была такая вот гордыня, как монашеская гордыня. Разные есть виды гордыни. Вот есть такая гордыня монашеская. Вот у нас там такие вот традиции, вот мы, значит, все исполняем по типикону, все вот у нас устав в лаврский, и так далее. Вот мы там канон читаем, там, на 16, там, на 18, на 20, на сколько можно, только на столько читаем. Мы библейские песни поем каждый день, каждую ночь, точнее. У нас ночные службы были. Вот. Поэтому, конечно, вот этот период гордыни, он, ну, слава Богу, он закончился. Это такой был период роста. Вот. И он закончился. Вот. Но пришло понимание того, что все-таки Евангелие важнее, чем типикон, любовь важнее, чем типикон, молитва. Молитва именно личная. Церковная, разумеется, на первом месте. Да, и в харистии, да, и в литургии. Но молитва, она на первом месте должна быть всегда. Потому что через молитву мы становимся лучше. Мы начинаем ощущать, ну, некие проблески любви. Да, мы начинаем в молитве, мы начинаем постигать любовь Божию. Мы начинаем любить Христа. Только в молитве. И через молитву, особенно о тех людях, которые находятся в тяжелом положении, просят нас молиться, о скорбящих людях, страждущих. Вот, особенно об этих людях. Конечно, сердце тоже всегда умиляется в молитве. И появляется любовь тоже к этим людям. То есть мы приближаемся через молитву к главной заповеди Божией. О любви к Богу и о любви к ближнему. Я не говорю, что этого нет в лавре. Конечно, есть. Но просто опыт моей жизни, тогдашний, он, как бы так сказать, очень много суеты было. Очень много. Очень много людей было. Может быть, сейчас меньше. Может быть, сейчас нам, братья, больше молитв. Ну, вот я проговорил про свое, про то, что было там. Вот. И поэтому, собственно, вот такая вот реакция новых монастырей, которые только стали открываться, Оптину пустынь, например, в первые годы, Валаам, Соловки, еще какие-то монастыри, они начинали возвращаться все-таки к тому, что было за годы советской власти потеряно. ну, да, жутец Кирилл Павлов, по-моему, говорил, что, ну, к сожалению, вот лавра, она такой, как бы, большой приход. Очень много людей, очень много такой, именно, пастырской работы. Окормлять людей, там, утешать их, там, и так далее. Это необходимо, и невозможно было, иначе в те годы. У нас на всю страну тогда было, на весь Советский Союз было четыре монастыря мужских всего. Поэтому, ну, это понятно, что по-другому-то быть не могло. А здесь, особенно на Валааме, есть возможность молитвы уже уединенной, когда мы можем, братья уже живут, это на скитах, где больше возможности молиться. Вот. И в самом монастыре, особенно в зимнее время. Вот. Вот у нас практически нет посетителей, и мы предоставлены только сами себе. Есть некое, ну, не совсем даже здоровое, не совсем правильное желание прославить как можно больше новомучеников. И вот из этих сотен тысяч набралось всего лишь вот там, ну, несколько сот человек, которые действительно, ну, являлись вот, то есть святой образ. Вы уже сказали, что вы возглавляете комиссию по канонизации, и мы часто говорим о том, что новомученики это вот сокровище нашей церкви, надежда нашей церкви, в общем, наследие новомучеников. Но вот я все время возвращаюсь к этой теме, насколько мы, действительно, у нас в церкви сложилось понимание этого и почитание новомучеников. Я помню, когда-то разговаривал с Мариной Андреевной Журинской, основателем и редактором бессменным журнала Альфа-Омега, и она говорит, что тут есть такой критерий, если даже спросить любого священника, вот сколько молебнов заказывают там святителю Николаю, например, и новомученикам, мы сразу увидим совершенно разную картину. Ну, и понятно, что просить у святителя Николая там перед каждой поездкой, перед любым путешествием, а у новомучеников-то чего просить? А мы как-то привыкли, да, что вот просить. И это вот некий, мы об этом говорили, как о неком таком индикаторе проблемы, да. Вот как вы считаете, есть здесь проблема? Действительно, мы, может быть, хоть и говорим много, но не до конца понимаем, это не вошло как бы вплоть в церковной жизни, вот это почитание. Да, я совершенно согласен с вами. Так и есть. К сожалению, с одной стороны, есть некое, ну, не совсем даже здоровое, не совсем правильное желание прославить как можно больше новомучеников. Мы постоянно с этим сталкиваемся, и нас обвиняют эту комиссию в том, что вот мы как-то там не понимаем, препятствуем, там вот мы доверяем этим протоколам, значит, силовых, этих карательных, всяких ведомств советских, вот. А надо больше, больше, больше. мы говорим, ну, как больше, ну, как вот, вот у нас уже, ну, почти две тысячи святых, и большинство из них, ну, даже, может быть, где-то совершают службу там, где они, где их знают, где они там были, или казнены, или там служили. Да, конечно, есть в общем, в общем, скажем, соборе тоже новомучеников, естественно, да, почитание есть, но оно недостаточно, и это неоднократно, вот, святейший патриарх говорил, вот, и даже специально была создана такая, такой совет, церковно-общественный совет по выковечению памяти новомучеников, но вы понимаете, это все-таки, это некие такие, ну, административные меры, да, формального, формального, формального плана, потому что можно, конечно, там улицу, там, допустим, хоть и тоже очень тяжело, там улицу переименовать, там, в честь этого новомученика, хотя такие случаи были, к счастью, вот, или памятник какой-то поставить, или там еще каким-то образом, ну, книгу написать, в конце концов, да, какой-то даже фильм, может быть, поставить, вот, и вот меня удивляет, вот, скажем, вот, та настойчивость, с которой многие люди хотят прославить какого-нибудь исповедника, какого-нибудь человека, который пострадал, который был репрессирован, из священства, и потом, вот, таким, как бы, равнодушным, вот, мы добились, вот, мы, сегодня, теперь у нас этот вот человек, это все, вот он из святых, и все, и достаточно, вот, как бы, такая несообразность какая-то, то есть, вот, с одной стороны, мы хотим, чтобы он был святым, а с другой стороны, тут же забываем, мы действительно, там, служим кому угодно, но только не им, вот, это есть, и вот, ведь, здесь еще какой интересный тоже феномен, дело в том, что, понятие новомученики, оно такое, довольно непростое, кто такие новомученики, вот, мученики, мы понятны, мученик это тот, кто исповедовал Христа, кого вынуждали отречься от Христа, вот, и он за имя Христова, так сказать, за исповедание своей веры, он пострадал, но вот, а новомученики, ведь их не принуждали отречься от Христа, их не принуждали, там, сказать, чтобы они отказались от своей веры, нет, и их принуждали, к чему? Чтобы они, ну, подтвердили какие-то фантастические обвинения, и вот тут начинается как раз вопрос об этих документах, протоколах, которые остались вот в этих всех, архивах, там, ГПУ, там, НКВД и так далее, вот, ну, действительно, это, ну, документы, конечно, которые просто, ну, бывают даже просто нелепыми, просто нелепыми, там, какие-то обвинения, там, в шпионаже, там, в пользу Японии, там, кого угодно, вот, и, нет нигде, такого, чтобы ты, вот, должен был отречься от Христа, ну, нет, и что же тогда выходит на первый план, для нас, для нашего, для нашей пользы, для нашего назидания, пример этого святого, стояние в вере, конечно же, да, и стояние в истине, то есть, человек не погрешал против истины, он не оговаривал ни себя, не осознавался, что он с японцами, там, сотрудничал, или, там, хотел Сталина убить, этого ничего не было, вот, и вот, нравственный, пример, нравственный облик, этого человека, вот он, важен для нас, то есть, мы, читая его жития, мы должны понимать, вот, как должен себя вести, христианин, в таких, вот, сложных обстоятельствах, перед лицом смерти, вот, и, когда, значит, нам говорят, ну, как же вы верите, там, что вот там, ну, вот его мучили, вот он там, может, даже подписал, там, чуть-то даже не своей рукой, значит, а вы, значит, его не прославляете, вы знаете, это говорят люди, которые не читали документы, которые не изучали должным образом, ведь, для нас важно, вот, собрать весь массив документов, все, что можно собрать, все, что мы можем узнать об этом человеке, для нас все важно, потому что, бывали такие случаи, и, к сожалению, не в большинстве, ведь, потому что, вот, на примере Московской парки, которая очень хорошо изучена, прекрасно была, в то время были открыты все архивы, и можно было изучить, там были изучены сотни тысяч, сотни тысяч дел, вот, и вот из этих сотен тысяч набралось всего лишь, вот там, ну, несколько сот человек, которые действительно, ну, являлись, вот, то есть, святой образ, вот, да, новомученик, да, то есть, они не оговорили ни себя, они не выдали никого. Понятно, да, Владыка, а вот, мы же, сама тема, сам разговор о новомучениках, он стал возможен в определенное время, да, на новом этапе развития церкви, и традиционно считают, что 1988 год, настал таким переломным, годом празднования тысячелетия крещения Руси, неожиданно тогда для церкви, да, если я правильно понимаю, да, вот, по вашей биографии, вы были тогда, как раз таки, насельником Троицы Сергиевой Лавры, и как раз во время поместного собора, юбилейного, были рука положены вы романахи, вот, именно в эти дни, да, это, наверняка, было время надежд, да, таких больших, а как вы думаете, вот, если бы и романах Панкратии сегодня мог обратиться к епископу Панкратию, что бы он ему сказал, вот, зная об этих 30 годах, которые прошли, и испытывая там те надежды, которые были у вас 30 лет назад? Я думаю, что для любого монаха самое главное, самое главное в его служении, в его жизни должно быть послушание, и вот я и тогда, и сейчас абсолютно в этом убежден, потому что я тогда еще, ну, представьте, там, 90, это 86 год я попал в Лавру, вот, а надо сказать, что до этого времени в Лавру можно было попасть только через семинарию, через московские духовные школы, и тогда вот мы поступили, это была буквально первая перестройка уже началась, первый был наш такой вот курс, который был, состоял из людей с высшим образованием, до этого не брали, вот, высшее образование, значит, нечего тебе тут, значит, акадилом махать, иди, значит, на кого учился, значит, там и работай, вот, и, а я был архитектором по образованию, а тут, значит, уже приближается, уже была создана комиссия по, значит, подготовке юбилейного собора, и тут вдруг я подвернулся, ну, и меня сразу, значит, туда определили, ну, помощники я, так сказать, чисто технически, а братья постарше, которые видели мою сердечную, я так привык, ну, меня так воспитали, я, если мне что-то поручили, я должен делать это максимально хорошо, я просто по-другому не могу, вот, я, знаете, какой-то перфекционист, что ли, я, вот, я даже смс-ку, когда я пишу, я вижу ошибку, вот люди часто видят какую-нибудь там запятую не поставил там, да, что-то там, или тире, тире там, или двоеточие, я вот, понимаешь, ну, дурная какая-то привычка времени столько занимает, я обязательно исправляю это, значит, это двоеточие, ставлю тире там, где нужно запятую, вот, вот такой просто так воспитан, и, конечно, я там выкладывался, тем более понимал, что, ну, какой, какого масштаба это событие, и какое доверие мне было оказано, а братья постарше мне говорили, слушай, Панкратий, что ты, куда ты лезешь, ну, что ты, ты что, начальником хочешь что-ли быть, ты, ну, смотри на нас, видишь, вот мы тихо, спокойно, монашески живем, там все, вот там, маслечко там раздал, все, послужил, и все, и спокоен, а начальники, ты глянь, они до ночи там, что-то там, чем-то занимаются, там, на полуношницу не ходят, потому что просыпают, да, кончает это все, это, я говорю, я не могу по-другому, да, да, ты карьерист, карьерист, но, вот видит Бог, я не то, что там, как-то к священному сану хотел, как-то, какое-то там отношение иметь, я хотел быть монахом, иконописцем, вот у меня было две мечты, вот, еще с тех пор, как я так прочитал Евангелие, первый раз, все, монахом, иконописцем, больше ничего, меня святейший спрашивал, и тогда, когда я отправлял на Влаам, а я хотел очень на Афон, вот опять, вот своя воля, вот, своя воля меня тянула на Афон, я хочу на Афон, на Афон, побывал там в 92-м году, с благодатным огнем, я не знаю, как меня оттуда, просто выдрали из этого Афона, потому что я не хотел оттуда уезжать, просто не хотел, ну, отец Исидор, который сейчас там до сих пор подвизается, вот, а мы с ним дружили в Лавре, и он говорит, отец, ну, куда ты поедешь, здесь же рай, ну, ты смотри, это рай, я говорю, отец, согласен, рай, и более того, здесь вот молитва, как будто разлита в воздухе, ну, это, так, Господь утешал, но мне не всякие так чувствуют, и не всегда, ну, вовсе, вот, вот, сейчас тут из этого угла там выйдет, не знаю, села Анафонский там, или еще какой-нибудь другой, какой-нибудь святой, вот, все просто вот святостью, все наполнено, куда ты поедешь, вот, вот, и я тогда взмолился, Божьей Матери, ну, действительно, а тогда были вот такие невозвращенцы, это еще было советское время, и я думаю, ну, что, они же остались, и ничего, вот, и стал молиться, и вот уже этот паром подходит уже к принесу Пантелейоновому монастыря, и вот я молился, молился, и вот прямо четко, с такой вот это просто нет, и я со слезами на глазах пошел на этот паром, Владыка Василий Родзянко тогда, значит, был как бы духовником нашей вот делегации, он меня видит, значит, меня отобнимает, утешает, говорит, да, каждый час вот нашего пребывания на Афоне, он, говорит, золотыми скрижалями записан на наших сердцах, да, ну, это мы сохраним, это все нам поможет в будущем, вот, ну, надо ехать, ну, как бы действительно исполнять свой долг, ну, правда, это же миссия была, богодатный огонь везли первый раз тогда, вот, и, значит, я когда вернулся, я, значит, сразу объявил отцу тогда еще феагносту, значит, духовнику своему старцу Кириллу, значит, страшное время, простите, уж я немножко так отвлекусь, вот, страшное время для меня было, батюшка перестал со мной разговаривать, отец Кирилл, мы сколько, отец Кирилл, сколь, добрейшая душа, ну, всегда вот он как бы, ну, а тут он просто перестал меня замечать, это когда вы скажете, что на Афон, или из-за чего это? Афон, да, а он, почему он, он, ну, как-то видел, что-то нет в этом воле Божьей, если до этого он меня в пустыри, например, на Кавказ отправил, так более-менее спокойно, ну, видимо, знал, что я скоро вернусь, да, то на Афон, нет ни в какую, но я все равно, значит, тут непослушание проявил, написал документы, значит, попал даже на собеседование к Святейшему, Алексию, покойному, вот, а он вдруг говорит, знаете, вот вы хотели на Южный Афон, Грецию, на Старый Афон, а мы вас пошлем на Северный Афон, как вы на это смотрите? Я говорю, я послушник вашей святейшки, как скажете, так и будет, вот, и ни разу с тех пор я не пожалел, только благодарил Бога, что я здесь на Валааме, О послушании еще обязательно хотел с вами поговорить, но вот в теме надежды еще хочу вас вот о чем спросить, вы присутствуете в социальных сетях, у вас есть в Фейсбуке ваш личный аккаунт, в Инстаграме есть аккаунт монастыря, вот это вам какую-то надежду дает, или это может быть что-то, вот, архитектурное прошлое, любовь к прекрасному, поэтому вот Инстаграм, фотографии там и так далее, вам это для чего? Ну, во-первых, здесь, ну, как бы, все-таки, поскольку я действительно учился на архитектора, и закончил даже, архитектурное отделение, факультет точнее, вот, то, конечно, вот эта любовь к прекрасному, она осталась, сама природа в Валааме, само вот это вот прекрасное, замечательное, чудесное место, оно, ну, просто вот, ну, наталкивает на то, что как-то вот это запечатлеть, а я фотографии тоже увлекался еще с юности, и даже в каких-то выставках участвовал, что-то вот такое было, вот, и, естественно, значит, потом, правда, вот в эти суровые 90-е годы я отрекся от этой, значит, привязанности, вот, и даже никаких камер у меня не было, ничего, о чем я сейчас жалею, вот, а потом, значит, все-таки прошлое взяло вверх, вот, и я снова стал, тем более сейчас стало очень удобно, вот у меня этот айфон в кармане, там, ну, поговорил с кем-то, сфотографировал, вот там что-то увидел, опять сфотографировал, и вот так как-то втянулся, но каждый человек, который творчеством занимается, ему нужна аудитория, он не может просто так вот сам, так сказать, там, листать, и никому не показать, надо кому-то показать, вот, и поэтому у нас, вот, как бы, не только я, у нас многие братья этим занимаются, и фотографии, я имею в виду, творчеством, вот это помогает, на самом деле, почему, потому что молитва, ведь она тоже, как бы, без творчества невозможна, она, она тоже такая же, вот, как бы, дух молитвы, очень близок с духом правильного творчества, то есть, это вот творческий процесс молитвы, потом несколько раз происходили ситуации, когда нужно было дать, либо официальную какую-то, значит, позицию монастыря, вот, либо какое-то даже личное отношение выразить к тому или иному событию, которое обычно связано, как-то было с вламом, причем, ну, как бы, из первоисточника, и вот, в этих случаях эти социальные сети очень помогали, вот, уж такое время сейчас мы, без интернета невозможно просто, а затем возникло несколько ситуаций, когда мы увидели, что нужно выразить официальную позицию монастыря, разъяснить, вот, и поэтому, конечно, мы увидели, что необходимо сейчас уже присутствие социальных сетях, просто необходимо, но и потом, когда мы делимся, особенно вот это сейчас, во время, вот, пандемии, во время, вот, во время вынужденной самоизоляции, людям очень важна была, вот, какое-то присутствие, там, и богослужения, трансляции, да, и какие-то беседы, и что-то еще, в общем, живая жизнь монастыря, ведь многие еще очень любят Вулам, у меня так и называется один из аккаунтов, для тех, кто любит Вулам, вот, люди очень любят Вулам, и для них важно, как-то вот, ну, поддерживать вот эту, хотя бы, виртуальную связь с обителью. А вот послушание для монаха и для мирянина, оно отличается чем-то? Это разные послушания? И берут на все благословения. Вот куда нам ехать в отпуск? Да, боже мой, я знаю, куда нам лучше ехать в отпуск? Взрослые люди. Вы, когда получили первые послушания, вот мы начали немножко о них уже говорить, они были связаны, вы сказали, с техническими, потом и с хозяйственными, такими вопросами. И вот, и в Лавре, и на Вуламе вам пришлось много заниматься, и сейчас, наверное, приходится вопросами хозяйственными. Вот это вам лично тяжело терпеть, то есть монаху, человеку, который пришел в монастырь, чтобы молиться, чтобы в основном заниматься богослужениями, молитвой, а приходится заниматься вот такими вещами. И есть здесь проблема с тем, что это терпеть, или нет у вас лично? Конечно, эта проблема есть. О ней писал еще святитель Игнатий Брянчанинов в одном из писем, когда он сказал, что возьмите, загляните в голову настоятеля, что вы там увидите. Вы там увидите бревна, кровельное железо, известь, кирпичи и так далее. У меня тоже был такой опыт в начале 90-х годов. У меня был один друг, священник под Москвой. И он там восстанавливал свой храм, я восстанавливал обитель. Ну, и как-то мы с ним встретились, у него в храме, и вот у нас потекла беседа. Значит, два пастыря встретились, и мы начали беседовать. Вот. А его матушка зашла, как-то так незаметно, и стояла там где-то в уголочке, ну, и так слушала нашу беседу. И потом говорит, батюшки, вот два священника встретились. О чем же вы говорите? Как раз таки вот об этих стройматериалах, какая краска лучше, какая краска хуже, где взять денег на все эти ремонты, там, и так далее. Вот. Ну, это, конечно, так. Но что, значит, нас здесь спасает? Во-первых, случайно на такие послушания человек не попадает. То есть, ну, все-таки, вот, кто к чему способен, ну, тот и там, значит, как бы и... там и сгодился, да? Вот. Если человек может, например, там, ну, готовить, он, значит, становится поваром. Вот. Если он может фотографировать, ну, естественно, значит, там, рано или поздно он будет, значит, фотографом, там, певчий, соответственно, тоже. Вот. А человек, у которого есть какие-то хозяйственные навыки и способности, ну, естественно, будет этим послушанием заниматься. Вот. Потому что, ну, монастырское начальство, оно просто так, именно таким образом будет распределять. И у некоторых людей, понимаете, как бы, с молитвой трудновато. Вот я замечал, есть такие вот делатели молитвы, ну, замечательные люди, прекрасно молятся, все, значит, там, кроме одного. Им ничего нельзя поручить. Но ничего. Чего бы ты ему поручил, он все завалит. Так может, лучше пусть молятся? Вот. Об этом и есть. Вот. А другой, он, значит, ну, прекрасный, честный, хороший, там, ну, не знаю, замечательный человек, но ему трудновато молиться. Ну, говорит, а вот тут руки говорят, прям, что-нибудь сделать. Да ему в руки лопату, или какой-то другой инструмент. Пусть он трудится. И этим трудом Господу прославляет. Вот. А в свое время придет Господь ему за его послушание, за его, так сказать, вот, такую жертву. Господь ему даст возможности молиться и, самое главное, поможет ему вот в этой молитве. Вот. И кроме того, ведь у нас же есть богослужение вообще, есть келейная молитва. То есть, у нас есть часы, когда монах соблюдает вот этот вот свой круг суточный, правильный, да, то у него есть на все время. У него есть время и на послушание, и на молитву. Вот. И на самом деле, вот я вам скажу, ну, от небольшого своего опыта, но я вам скажу так, что если человек молится искренне, глубоко, вот, то не так уж трудно отбиться от всех этих вот помыслов, вот, связанных там с трудами, с послушаниями. Вот. Бывают, конечно, они докучают, но до времени, потому что Христос сильнее. Вадыка, а вот про послушание мы уже не первый раз это слово произносите, а скажите, пожалуйста, а вот послушание для монаха и для мирянина, оно отличается чем-то? Это разные послушания? И вообще, насколько важно, вот, насколько важно для мирян, например, послушание, как вы считаете? Я понимаю, что ваши опыты, в основном, монашеские, но, тем не менее, вы же много общаетесь с паломниками и так далее. И вот в чем принципиальное отличие здесь? Не впадаем ли мы иногда в то, что вот миряне ждут такого руководства, которое, в общем, скорее в монастыре должно быть? и требует, может, наверное, это одна из таких больших проблем в нашей церкви, в том, что люди почему-то думают, что, ну, может быть, их так воспитывали, какие-то священники, не знаю, что вот должно быть такое послушание, надо на все брать благословение, и берут на все благословение. Вот куда нам ехать в отпуск? Да, боже мой, я знаю, куда нам лучше ехать в отпуск? Вы взрослые люди. А можно нам, батюшка, машину купить? Ну, если есть возможность, покупайте. Чего там плохого-то? Вот. Но бывают вопросы, которые, конечно, действительно требуют совета. Иногда увлекаются, особенно если молодые пары, вот. Ну, одного ребеночка родили, другого родили, третьего родили, а вот им четвертого. Благословите. Я говорю, а ты когда последнего родила? Так вот, скоро годик будет. Я же, ну, слушай, уж даже я и то знаю, что, ну, женщины должны как минимум года полтора отдохнуть. Организм должен силы набраться для новых родов, для вынашивания ребенка. Подожди немножко. Ну, такие случаи тоже бывают, конечно. Это нужно. Когда нужно помолиться вместе, например, там у кого-то там какие-то проблемы семейные, там тоже мы молимся. Но я считаю, что вот такой подход сугубо монашеский, что вот там батюшка благословитет, то благословитет, но это, ну, понимаете, это такое какое-то вот, даже не знаю, откуда оно взялось у нас, но оно очень распространено, и оно неправильно. А монастыри это обратно? Монастыри абсолютно необходимы. Абсолютно необходимы. Вот. Но тоже, вы знаете, ведь монастыри бывают разные. Бывают разные начальствующие в этих монастырях. Поэтому я просто даже свой опыт знаю, хотя мне везло, что лучше так, ну, как-то вот иногда с рассуждением подходить. Если ты чувствуешь, что ты не сможешь это вот, понести, и это послушание, и исполнить то, что ждут, просят, благословляют, ну, я так и говорю, что я не потяну. Вот. Поэтому, конечно, в монастыре, в церкви, в среде клира, духовенеется послушание, священачалье, ну, это нужно обязательно делать. Без этого просто невозможно. Церковь даже... Мирное жительство церкви невозможно без этого. А вот как вы относитесь к фразе, источник которой я тщетно пока пытаюсь найти, оригинальный, но которую часто произносят, что послушание выше поста и молитвы. Вроде кто-то пишет, что это Селанофонский, видел, что это Серафим Саровский, но мне вот, что называется, первоисточник я пока не видел, может, плохо искал. Но произносят фразу часто, отношение к ней разное. Вот как вы считаете? Может быть, она вне контекста там рассматривается? Понимание ее, к сожалению, бывает часто неправильным. Почему? Потому что и пост, и молитва творятся за послушание. По послушанию нужно и поститься, и молиться. И поэтому послушание выше и поста, и молитвы. То есть, в смысле, не самовольно? Совершенно верно. Ведь что такое послушание? Послушание – течение своей воли. Ради чего? Ради воли Божьей, которая по нашей вере подается через игумена в монастыре или там через священное началье и так далее. Отсечение своей воли. Греховной воли. Ради исполнения воли Божьей. Поэтому, вот, я вам объясню, например, таким примером. Человек болеет, ну, скажем, язвы и желудок. Но он постник. Он хочет посидеться. Он говорит, давайте я буду на сухоедении. Там, да, есть только там хлеб и воду. Ну, если ему не скажет благоразумный начальник, он скажет, ну, ты что? Ты же умрешь. Ты будешь тяжко болеть, мы с тобой будем возиться, тебя там, не знаю, там, к каким-то врачам отвозить, там, больницу тебе искать. Нет, потому что давай лучше кушай, то, что тебе положено. И будешь здоров. И нам быть спокойнее. Понятно. Или когда бывает, то же самое бывает и с молитвой. Когда заставь одного персонажа Богу молиться, так он может и лоб расшибеть. Еще и пол повредит. Вот это, это говорит, кто стоит на клиросе? Это группа вип-моляющихся. Я могу вам привести пример с очень достойным человеком, как раз вот, как вы говорите, вип. Это Евгений Максимович Примаков. А бывает так, что игумен, наместник, вот как вы уже сказали, послушник ста игуменов, просит прощения у своих монахов. Но не на прощенное воскресенье, а вот так, скажем, в повседневной жизни. И в каких случаях это, если это бывает? Это бывает. Потому что игумен, как и всякий другой человек, может ошибиться, может разгневаться и сгорячая, сказать или поступить как-то неправильно. И я ничего зазорного не вижу в том, чтобы в этом случае извиниться. То есть, вам не тяжело попросить прощения? Мне абсолютно тяжело. Абсолютно. Владыка, а вы знаете, вот эта тема, прощение из пяти тем, вот мой такой небольшой опыт этой программы показывает, что, как мне представляется, вот не знаю, согласитесь вы со мной или нет, что она может быть сложнее многих именно потому, что мы, даже когда человек думает, что вот он легко прощает всем, начинаешь с ним разговаривать или просто знаешь, или просто на себя смотришь и понимаешь, что какая-то мелочь, и ты не можешь ее отпустить. Вот мне кажется, что мы по большому счету и прощаем плохо, и понимаем, что это такое плохо, и вообще это такая чрезвычайно тяжелая вещь. Вот ваш пастырский опыт, он о чем говорит? Это так это, или может быть, я не прав совсем? Некоторым людям тяжело, это действительно бывает, простить, отпустить, как вы говорите, и особенно-то бывает у людей таких, ну, очень таких нежных душой, таких чувствительных, чувствительных душ. Вот. Ну, у меня видно уже, она так настолько уже затвердела за 27 лет, что у меня нет никакой проблемы, ни у кого просить прощения, абсолютно. И вот, как бы, мой совет, ну, наверное, может быть, кому-то он пригодится, надо уважать каждого человека. Я не говорю любить. Любовь – это слишком высоко, но уважать каждого человека, вот каким бы он ни был, там, какой-нибудь там, бомж, там, не знаю, там, гастарбайтер какой-нибудь, там, не знаю, ну, кто угодно. Его надо уважать. Это человек, это создание Божие, вот, с живой душой, и неизвестно, как он свою жизнь окончит, может быть, он придет к Богу, к покаянии, и, может быть, он будет выше в Царстве Небесном, чем ты. Вот, поэтому нужно каждого человека уважать, и стараться, двигаться надо к любви. Вот, а как мы можем двигаться к любви? Ведь это же добродетель, который, ну, знаем, она, но сама по себе не возникает, это дар Божий. Вот, но в то же время, ведь, да, мы знаем, что Господь навстречу одному нашему шагу делают 10 навстречу к нам. Вот, и поэтому нам нужно научать, научиться прощать, учиться терпеть, немощи друг друга носить, вот, не испытывать неприязни к человеку. Если что-то такое шевельнулось, его надо мгновенно, так сказать, из души сгонять, вот, чтобы в нас как можно меньше было вот этого зла, какой-то неприязни, какого-то вот такой, ну, не дай Бог ненависти. Вот, никого, никому. Вот, и тогда, в этом случае, конечно, вот, то, о чем вы говорите, будет гораздо легче, вот, будет гораздо легче прощать, воспринимать человека, как брат, твой брат, вот, и он, или сестра, и они точно так же стражут от греха, как и ты, но так у них свои, у тебя свои, а у них вот такие, и надо прощать. Вадыка, а вот другая сторона этой медали, ведь у вас среди паломников на Валаме бывает очень много, ну, скажем так, непростых людей, да, это могут быть и люди очень обеспеченные, и там, чиновники очень высокого уровня, а вот не бывает ли вот противоположное тому, о чем мы с вами сейчас говорим, нет сложностей, не приходится ли, ну, как-то чрезмерно, скажем так, так мягко оказывать внимание этим людям, может быть им полезнее где-то в очереди постоять вместе со всеми, и так далее, ну, есть ведь у нас, знаете, как иногда даже шутят, вот это, кто стоит на клиросе, это группа вип-молящихся, вот как вы относитесь к этому вообще? А вот точно так же, как я то, что сказал перед этим, с уважением, если мы будем этим людям так же, как и ко всем остальным, с уважением, то ничего не изменится, и ничего плохого не будет, я могу вам привести пример, с очень достойным человеком, как раз вот, как вы говорите, вип, вот, это Евгений Максимович Примаков, он перед нами был в каком-то другом монастыре, но я даже знаю в каком, я не был просто его называть, вот, и их там встретили как-то так с прохладцей, вот, не уделили должного внимания, ну, как-то вот так, не знаю, почему, по какой причине, вот, и они приехали так, ну, слегка обиженные, такие, вот, а у нас, как вы знаете, есть честец Мефодий, такой, да, любвеобильнейший человек, ну, и, вот, у него сердце оттаяло, и, в результате, вот, такой человек, тут, ну, вообще, ну, очень, ну, как бы, так сказать, такой, ну, даже не знаю, как бы подобрать слово подходящее, но великий человек, правда, таких мало. Большого масштаба, да, конечно. Большого масштаба, да, просто вот, личность, вот, и он, захотел поисповедаться, вот, он поисповедовался, и вы знаете, я, конечно, не буду говорить, в чем он исповедовался, но, я поразился чистоте его души, вот, чистоте его стремлений, его, его жизни, вот, вот, не всякий церковный человек так вот может поисповедаться, вот, он у нас поисповедовался, причастился, и с тех пор стал понемножку, понемножку уцерковляться, Вот. Ну, вот для меня вот этот пример, он очень значим, очень важный. Вот. А если бы, допустим, вот так, ну, приехал там, ну, что там, экскурсию там провели, там что-то там чайком угостили, ну, да, и все, до свидания ведь. А это очень важно, потому что вот это неформальное общение, когда мы лицом к лицу где-то вот встречаемся, пускай за столом даже, вот, оно очень важно. И люди раскрываются, и что-то говорят такое, что, может быть, в другой обстановке не сказали бы. Вот. И это очень важная миссия. Потому что люди начинают меняться, они начинают располагаться к церкви, они начинают понимать, что это не только вот там красивые службы, там, не знаю, там, хоры прекрасные, но это жизнь. Жизнь, вот, добрая жизнь. И что люди, которые в церкви, они добрые люди. И только хорошие от них можно ждать. У нас в лавре был один брат, который действительно выпиял. Ну, вот, по-настоящему. Вот он так громко молился, вот, что его, значит, отовсюду гоняли. Иисусова молитва, как святитель Феофан писал, это не есть нечто такое, вот, скажем, магическое. Владыка, вот, часто говорят, и это действительно так, что, к сожалению, при всем величии этого понятия, само по себе слово, оно очень затасканное. И что только не называют сегодня любовью. Хотя, все-таки, наверное, чаще всего, вот, в сознании такого обычного человека, да, когда он слышит слово «любовь», он представляет себе либо любовь мужчины к женщине, либо, там, не знаю, родителей к детям, детей к родителям. А вот для монаха что такое любовь в первую очередь? Все, все, все то, что вы назвали, вот, любовь родительская, супружеская любовь, и любовь к Богу, любовь к ближнему, они, все-таки, это, это все любовь. Это все любовь. Проявления ее разные, уровни ее разные. Иногда они бывают даже, ну, вот, очень низкими. Но, по сути, это одно, по сути. И поэтому, конечно же, у монаха любовь должна быть, прежде всего, к Богу и к ближнему. И чем больше мы любим брата, тем ближе мы к Богу. Помните, вот этот, вот, такой знаменитый рисунок Ава Дорофея, где круг, и, значит, эти точки, чем ближе точки друг к другу, тем ближе они к центру, который там, Бог, как раз, изображен, изображен был таким, в виде такого вот круга, точки такой центральной. Вот. Поэтому для нас это, как бы, одно. И любовь к Богу, и любовь к ближнему. Ну, конечно, настоящая любовь – это дар Божий. Еще раз говорю, что для монаха путь к любви, вот такой настоящей подлинной любви, лежит, прежде всего, через молитву. Через молитву о ближних, через молитву просто вот уже о себе, о своей душе, к Богу. Вот. Прежде всего, Иисусова молитва. Потому что именно эта молитва, предстояние пред Богом, такого вот абсолютно интимного, абсолютно вот такого вот, как бы, уединенного, ну, она, в общем-то, во многом определяет, каким будет монах, каким будет его путь к Богу. Вот. Определяет его вообще, ну, все-все, то, что называется обычно духовной жизнью. Вадыка, а вот вы сказали в начале нашей беседы, вы сказали, любовь важнее, чем типикон. Да, это, и что это, осознание этого тоже так, не так просто происходило. А вот, что должно произойти, да, и где здесь границы, это же не значит, что нам нужно отменить типикон, да, вот как, вот, просто я хотел бы на эту тему, чтобы вы чуть-чуть более подробно порассуждали. Ну, мы должны понимать, прежде всего, то, что и типикон, и все те богослужения суточного круга, особенно приготовительные, такие, как бы, там, вечерние, утренние, там, по вечере и так далее, вот, это все средства. Это все, и многие отцы об этом писали, что и тропари, и контактии, там, все это, это все хорошо, все замечательно, да, и каноны. Но это все средства, это все, как бы, первый этап в молитве, вот, а настоящая молитва, она уже начинается, когда, вот, инок предстоит своей келье Богу, вот, и от всего сердца, от всей души, из глубины, вообще, всего существа своего, взывает к Богу, молится Иисусовой молитвой, вот, это самое главное. Но здесь надо помнить, конечно, что Иисусова молитва, как святитель Феофан писал, это не есть нечто такое, вот, скажем, магическое, это не какой-то там фетиш, что-то такое необычайное, это, это тоже такое же средство, но просто очень удобное, и очень, ну, проверенное, что ли, бы я бы сказал, многими веками, да. Вот, можно, конечно, как угодно молиться, и мы видим, там, в древних потеряках, что там, кто-то говорил, Господи, помилуй, вот, немножко другая молитва, вот, это не важно, вот, но важно именно вот это, вот, предстояние к Богу, и, ну, такой вот вопль души, как бы, искренне такой вот, ну, и не только, конечно, без воплей, прошу меня правильно понять. Без эмоций, да, да. Без эмоций, да, совершенно верно, бесстрастно. Хотя у нас, так уж, вот, немножечко такое отступление сделал, у нас в лавре был один брат, который действительно выпиял, ну, вот, по-настоящему, вот, он так, так громко молился, вот, вот, ну, что его, значит, отовсюду гоняли, ну, братья хотят отдохнуть, там, летом, например, открывают окошко в сад, а там этот брат вопиет, вот, ну, там уже, значит, там разные, так сказать, ему пожелания не селись из окошек, вот, ну, и однажды, значит, однажды прибегают, а прибегают испуганные рабочие и говорят, там кто-то прячется и что-то кричит. Где? Что? А я, как раз, эконом был в то время. Вот, прибегают, пошли разбираться, значит, там вот на, 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 на стене, на крепостной лаврской, там, значит, лежали какие-то старые матрасы, что-то вот, какой-то вот, по-моему, матрасы, да. Было время прохладное, и вот он, этот брат, он, значит, забивался в эти матрасы, ну, и, значит, вопиял. А вот рабочие пришли, значит, эти матрасы переносить, там что-то шевелится и вопиет. Они с перепугу к эконому, что делать? Вот. Конечно, не о таком вопиянии говорю, а о том, что когда действительно вот от всего сердца, всей души, ну, просто всем существом человек глубоко молится, вот это, конечно, та молитва, которая действительно преображает душу человеческую. Спасибо огромное. Спасибо большое, Владыка, за этот разговор. У нас в финале, я в финале хочу вас попросить поставить знак припинания в предложении, где постановка этого знака будет менять смысл. И вот в какой ситуации. Мы чуть-чуть этой темы коснулись, но вот совсем вскользь просто упомянули. Я поэтому хотел бы уточнить, вот, что вы думаете. Я как-то был свидетелем дискуссии на тему того, может ли быть сегодня снят художественный фильм о конкретном новомученике. Вот мы с вами говорили о новомучениках. И, в общем, такая дискуссия была нешуточная. Кто-то говорит, что только это и нужно, потому что как иначе мы, так сказать, людям расскажем, чтобы это было интересно, важно, привлекательно. А кто-то говорит, нет, ни в коем случае, любое искусство – это вымысел, это видение художественного, все равно вымысел художника. И все биографические фильмы вызывают много нареканий всегда. А тут о святом. Вот как вы относитесь к ситуации, возможности снять о конкретном святом художественный фильм? Снимать нельзя отказаться. Где вы поставите знак припинания? После слова снимать. Снимать? Снимать, конечно, снимать. Потому что вот именно этого не хватает. Вот почему у нас мало почитания новомучеников. Потому что, ну, как-то, вы знаете, это ушло. Вот как-то вот это какая-то эпоха была другая. Мы просто не знаем ничего этого. Пускай там будет какой-то элемент вымысла. Но об этом надо честно сказать, что это основано на том-то и том-то. Но это не значит, что там прямо именно так все стопроцентно было. Вот. Ну, вот в качестве примера есть такая книга «Отец Арсений». Как вы знаете, там идут споры. Был этот человек, существовал. Да, был этот человек, не существовал. Но это споры, так сказать, специалистов. Ну, один против другого там спорит. А для людей эта польза какая огромная. Вот я сам ее когда прочитал, вы знаете, это одна из тех книг, которые меня буквально перевернули. И вам большую роль сыграли в выборе его жизненного пути. Вот мне кажется, что здесь то же самое с фильмом может быть. Если фильм будет снят талантливо, хорошо, так вот, чтобы уже, как бы, если душу проняло, то это будет очень хорошо, очень полезно. Спасибо огромное, дорогой Владыка. Спасибо очень вам за эту беседу. Спасибо. До свидания. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Это был послушник ста игуменов, епископ Панкратий. А мы продолжим писать парсуны наших современников ровно через неделю. Спасибо.